Эпиграфом будет слово из Евангелия от Луки, всем известная история, 15 глава, 11 стих. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, отец, дай мне причитающийся мне часть имения. Отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел и пристал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить шрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отец, я согрешил против тебя и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим, приминь меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его, отец его сжалился, побежал, пал ему на шею и поцеловал его. Сын же сказал ему, отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и захолите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, никогда не переступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка, он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое, твое, халилюя. О том, надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Слава Богу! История без конца. Нет развязки. И кому, как не Иисусу, было известно мастерство риторики, повествования? И он прекрасно знал, что нужно было чем-то закончить, то ли хэппи-эндом каким-то, то ли, ну, хоть какой-то, ну, драматический, ну, какой-то конец, ну, конца нет. И мы сегодня должны завершить эту историю в себе. Сейчас я задам вам всем один вопрос. Вы найдите себя в одной из четырех категорий, где ваше христианство. Это четыре фокуса. Четыре фокуса. Вот как четыре группы крови. Четвертая группа крови. Не будем спрашивать у кого она. Мы сейчас говорим об сфокусировании в христианстве. Чем наполнило твое христианство? Христианство. Четвертая группа людей – это тем, кто холодные для христианства. Никакого у них нет христианства. Может, там есть такие зрители. Вы здесь, в этой категории. Никакого у вас нет христианства в жизни. Что-то такое раз в год или два раза в год. Номинально. Вторая уже выше. И вы знаете, чем выше категория, тем она имеет свойство поглощать ту, которая ниже. Вот как первая группа крови. Она годится для всех четырех. Правда? Вторая только для третьей и четвертой. И для самого себя. Для первой не годится. Верхний идет, только вниз. Да? Дальше снизу. После четвертой – третья. Третья группа – это христиане, которые сфокусированы на себе. Христианство сфокусировано во мне. На разные мои личные стороны. На спасение, на оправдание, на освящение меня, на очищение меня. Это хорошее христианство. Это выше, чем те, у кого вообще все параллельно в христианстве. Правда. Тут монахи есть, всю жизнь заняты собой. Как у меня в сердце. Изучаем себя, анализируем себя, проверяем себя, просим прощения, очищаемся, исповедуемся. Это хорошее христианство. Это христианство. Это правильное христианство. Халилюя. Вы такие христиане? Не. С собой не занят никто. Дело в том, что в этой истории есть три архетипа. Четвертого я не увидел. Первая, вторая и третья категории. Блудный сын – это типичный представитель вот этой третьей категории. Это эгоист, который думал только о своих делах, о своих сладостях. Может, эти типажи не такие конкретные, но намек есть. Обобщение есть какое-то, вот этих четырех категорий, о которых я сегодня вам говорю. Ему было все равно, как там дела по хозяйству. Что там у брата, у папы. Пошел и промотал для себя. Ему только было интересно свои услады. Свои какие-то игры и прочие вещи. Второй тип – это старший брат. И мы подвигаемся. Четвертая, третья, следующая категория. Вы знаете, можно много говорить о той третьей, где мы заняты сами собой. Христианство, где люди заняты собой в этом христианстве. Ведь много таких, правда? Я бы сказал, большинство. Но есть выше, благороднее, что-то более положительный уровень, уровень уже старшего брата. Это люди, которые имеют побуждение служить и использовать христианство, Бога и все, что есть. Не только для себя, но еще и для ближних послужить. Скажите, для ближних. Мы такие христиане? Можем как-то сказать о себе уже так, да. Мы мотивированы не только молиться о себе, не только угождать себе, не только искать своих каких-то там и хороших, и не очень, и позитивных, и негативных сторон в себе, но мы мотивированы и имеем побуждение в сердце от людей, от Бога, от совести, от Духа Святого, от Слова Божьего, от разных источников. Быть в команде Божьей, служить, служить как старший брат, служить хозяйству, работать на фирму, работать на папу, работать на Царство Божие, идти спасать грешников, проповедовать Евангелие, нести пробуждение в мир. Это хорошо, это благородный уровень. Нет? Скажите. И смотрите, этот второй поглощает первый, то есть третий тот, да. Если, я вот с опыта знаю, когда у человека штормит что-то там в жизни, штормит, вы понимаете о чем я, на личном уровне. Мы его посылаем на улицу трактаты раздавать, и молиться за людей. Потому что это выше немножко уровень, чем тот личный уровень. И он как загрузит его, и он видит на улице столько проблем, что моя проблема в сравнении с той, выеденного яйца не стоит. И у него порядок приходит. Поэтому я говорю, что вторая группа крови поглощает третью. Аллилуйя. Поэтому, когда ты идешь и служишь в каком-то деле Божьем, ты заангажировал на какое-то служение, идти, работа, действовать. У тебя и дома тогда все хорошо. И с Богом хорошо, и в сердце хорошо. Правда? И мы идем по возрастающей. И вот этот старший брат, он был такой. Он служил верно. Он пахал. Он греб. И у него было полное право это сказать. Да. Это так. У него было право обижаться, я вам скажу. Было основание упрекать тому первому. И если в того сына мы видим действие Божьей благодати, когда Бог прощает грешников по любви своей, по милости. И так сделал это Папа. Он простил. И он сегодня прощает и принимает всех. И он принял такого, как есть, эгоиста, мота. И растратчика. Негодяя и блудника. Просто простил и принял. Он так же любит второго. И даже если той обиделся, что что-то не так, не так все, ну, не так все взвесили, не так расклады. Можно долго рассказывать, не время и не формат. Там треть хозяйства взобрали, вот теперь надо было опять делить, этого сына делить и так далее. Да. Но Папа любит его. И говорит, сынок, знаете, что такое Папа на Востоке? Чтоб идти, выходить из дому, унижаться и просить сына, давай приходи, все нормально. Это так, там так не бывает. Там Папа не унижается. И мы плавненько переходим в самую верхнюю первую группу крови. Плавненько заходим в наш Пенуэл. Заходим к первому архетипу, самому высшему, самому качественному, самому главному и важному, который влияет, поглощает и обогащает все следующие уровни. Это банкет за столом у Папы. Похлопайте. Было что-то важнее спасения грешников, было что-то важнее служения, есть что-то выше, ценнее, приоритетнее, даже таких классных вещей, как спасение грешников, святое дело. Этот Папа ради банкета полцарства не пожалел. Промотали, ну и Бог с ним, промотали. Банкет важней, скажи, банкет важней, чем полцарства. Что такое полцарства промотал? Банкет важней. И он говорит, важно тут сидеть за столом, грязный умыть, перстень надеть. Вот что главное, сидеть и радоваться за столом у Папы. Самое главное, самое главное. Это мое послание сегодня, братья и сестры. Я вошел в банкет к Папе за стол в своих изысканиях, в своих исследованиях, в своих откровениях, и понял, что там секрет всех благословений. Если полцарства не жалко, если старший сын и так, и так, все равно он выходит, сынок, зайди, тот не зашел, между прочим. И это сегодня христианство, которое занято теми нижними уровнями, спасением грешников, обслуживанием само себя, своей праведности, своих всяких там даров духовных, своих форм разных, которые у нас есть в христианстве, служений, которые дают нам. Я же служу, я же старший сын, я раз, два, три, четыре, пять. Сколько я сделал всего? Халилюя! Халилюя! Это важнее банкету Папы. И я стал вникать, что ж там на том банкете стал изучать. Есть такой термин как кейтеринг, я думаю. Что это? Завтра будем этим заниматься, или сегодня займется. Наука о сервировке стола. Мы будем сейчас изучать все детали банкета у Папы за столом. Вы готовы? Вы согласны? Смотрите, что выходит? Если это праздник пир так важен, что даже важнее самых важных христианств вещей, значит, надо им заинтересоваться. Правда? Ну, стоит? Ну, крутое дело. И смотрите, что получается. Режут теленка. У Папы есть теленок. Готова телятинка, мои дорогие. за столом у Папы на банкете. И этот служитель такой верный, напористый, и он открывает свое сердце и говорит, мне б с друзьями козлятинки, а Папе найти лятинки не пошел кушать. Друзья мои, здесь глубина. что это за козлятинка такая? Ну, он претендовал не с Папой, заметьте, а с друзьями. Не с Папой, а с друзьями. Это сегодняшние сообщества христианские, сегодняшние христианские тусовки, компании, проекты, и на столе, у которых козлятинка, но там нету ни стола папиного, ни телятинка. Сори, не Папы. Что-то ему туда не влекло его. Он пошел в другую сторону. И он на гниво все кажут, у нас по-украински, отвернулся и пошел в другую сторону. Дальше с целью когда-нибудь с друзьями было зазил. Знаете такое? Тут есть прообразы в этих всех телятах и козлятах. Этот козел уходил для дьявола с грехами. Азазил брал на себя грехи евреев и уходил туда сатане забирай свои грехи. Правда? И было рыжие эти лица. Вы помните? И она сжигалась, никому дьяволу ее не давали. И это Иисус образ этой эти лица. Это Иисус, который пришел и который стал этой жертвой. Но мы сегодня не об этом. И когда я это открыл себе, я понял, что в христианстве смещен фокус. Послушайте, сейчас будет самое главное. Фокус пробуждения смещен сегодня. Поэтому пробуждение остановилось. Нет никакого пробуждения. Иногда имитации, иногда маленькие всплески. Мне это больно говорить, потому что я молюсь и хочу и плачу, чтобы оно было. Но я вижу, что есть остановки. Почему сбои? Почему? Почему пасторы? Здесь служители сидят, здесь актив сидит в Божьей церкви. Почему сбои? Если ты исследуешь мотивацию пробуждения, причину в истории церкви, мы видим, что разные были. В основном это какие-то были споры относительно форм церковных проявлений. либо догматические какие-то. Люди что-то себе открывали, вдруг цеплялись за эту новую идею и пошло пробуждение движения. Пробуждения были еще и потому, что приходила какая-то острая нужда у людей. Так допекло, что уже никуда деваться, надо искать Бога. И все побежали искать Бога. Пробуждение пошло. И тут как пришло избавление, так начали опять тухнуть и забывать. Да. Но смотрите, что случилось у нас. Вчера я вам говорила о восточных богоисканиях и западных. Смотрите, где-то лет 70 назад очень активизировался капитализм, капиталистическое мышление. основой этого мышления, этой ценности, этой ценности есть выгода, интерес, выгода. И все соревнование мотивировано чем? Выгодой. Люди стараются как бы друг друга обогнать и побольше урвать и заработать. И цель, мотивация всех движений получить прибыль. Да, это закон капитализма. Говорят, сейчас мы все отдадим частную собственность, они будут соревноваться и будет эффективно, и будут работать. К нам только теперь он пришел сюда. Советский Союз был такой абракадабра всего, неизвестно каких ценностей. И к нам пришли западные проповедники. Я помню церковь 70-х, 75-х, 80-х. Не такая была церковь, не такие были мотивации в церкви, как сейчас. К нам пришла капиталистическая Евангелие пришло к нам. Евангелие выгоды к нам пришло. Смотрите, приходи на стадион, Бог исцеляет, выгодно исцелиться? Вигодно. Бог спасает, выгодно спастись? Не в рай пойти, а не в ад выгодно. Бог освобождает, выгодно освободиться от этой беды, конечно, выгодно. Бог дает процветание, выгодно процветать, а не ходить убогим и серым таким. Выгодно. Что еще Бог дает? Счастье, радость, семью, надежду. Все это выгодно, и в центре, на троне сижу я себя любимый. и все сервисы вокруг меня крутятся для меня. Даже классные и правильные сервисы, но они крутятся вокруг меня. И понимаете, место Бога тут переходит где-то после стоматолога в список или после сантехника в списке сервисов. Бог у меня в списке обслуживания. Это не его место. Я считаю, что пробуждение захлебнулось потому, что Богу надоело быть Санта-Клаусом. Да простит он меня за это. Это не его позиция. Он Бог. Он Бог. А тут Господи, подать мне это, подать мне это, давай мне спасение, давай мне то, давай мне то, давай мне то. Это мое поколение. Мне стыдно за свое поколение. Но у нас всех был ажиотаж и остался клептомании. Деньги. Почему коррупция? Почему беда в Украине? Все настроены на деньги, побольше, давай, любой ценой. Жадность. Это главный критерий, основа мышления, философии, капитализма. Это мое поколение. Но не так все плохо. Есть у меня хорошее слово. Выросло новое поколение. Наши дети. чудесные дети. Которым параллельно все эти богатства. Которым не надо всего этого. Больших кадиллаков, дорогих гостиниц, пышных диванов, гостиниц, больших домов с бассейнами и квартир. Им этого не надо. Я вижу молодых людей сегодня. Я вижу их ценности. Они другие. Дайте Богу славу. Это классно. Они другие. они другие. Они ездят на великах, у них на спине рюкзак скорой матов, они ездят не на кадиллаках, а на стоп, на попутках. Они покупают кондо минимумы за 6 тысяч, а остальные 40 тысяч, сейчас будет ключевое заявление, готовы потратить на что? На ощущения, на переживания, получить новый экспириенс, новую радость, новые ощущения, что-то такое вкусное, что-то классное, новое, мне не надо богатство, это не важно, роскошное или какое, главное, видеть мир, путешествовать. И эти поиски, они приводят к разным и к положительным, и к негативным вещам. Ища новые ощущения, а их в сатаны немного, они ведутся на всякие провокации дьявола. Отсюда процветание гомосексуализма и разных других извращений, потому что это новые ощущения, нетрадиционные. Правда? Правда. Эти молодые люди, они ходят с дырявыми штанами, типа вы не знаете. И они классные. Меня так это вдохновили. Видите, я специально рукава закатал. Говорят, ну он нас сейчас. я хочу быть этого поколения человеком. Я хочу быть новым человеком. Я хочу забыть, как страшный кошмар, это Евангелие выгоды. И послушайте ответ. Ответ очень классный. У нас сегодня церковь, очень благословенный шанс дать эти новые ощущения для нового поколения и старичкам перешиться. Которые есть в Духе Святом. Которые есть за столом у Папы. За столом у Папы столько всего нового. Какие там дырки на джинсах, не равня, никаким путешествием ничему не сравниться с тем, что мы вот на этой конференции. Вы переживаете, правда? Такие наполнения. Куда там какие-то неравня, то, что мы имеем в нашем Господе. Поэтому задание церкви, фокус церкви сегодня, послушайте, это тонкие вещи. Я не говорю, что не нужно проповедовать Евангелие. Я не говорю, что не нужно спасение грешников. Иисус сказал, что придите ко мне как кто? нуждающиеся, нуждающиеся остались, и обремененные остались, и идти служить нужно, но когда смещается шкала ценностей, и у нас спасение грешников становится выше банкета у Папы, когда мое личное христианство, мои желания, мои стремления, мои аппетиты для Господа становятся выше, чем Его слава, чем пребывать с Ним, чем быть вместе с Ним, близко к Нему, наслаждаться им, питаться от Него, это верх всех желаний, это пик всего христианства, банкет за столом у Папы, дайте Богу хвалу, халлилуйя, и выйдя отсюда, ты пойдешь и будешь сиять от этих ощущений, от этого помазания, от этого счастья, от этой радости, и люди будут идти, и надо ничего говорить им, посмотрят, что у тебя Ним над головой, скажут, так я был за столом у Папы, у какого, у твоего и у моего, все, это будет излучаться из нас, будет, и Бог вернется на свое место в таком Евангелии, Бог вернется на свое законное место, где Он не будет службой по обслуживанию ненуждающихся, Он будет Богом на своем месте, и когда ты попадаешь за этот стол, тот младший сидел и молчал, там помалкивал, наверное, куда там ему еще что-то, о чем-то открывать рот, правда, сидел тихонько и пользовался, когда ты туда попадаешь, тогда и у тебя идет облагораживание внутреннего мира, жизни, ценностей, баланс приходит, ты попадаешь в такое место, где ты столько узнаешь всего, у нас время есть, есть, столько нового познаешь, так, как нигде ты этого не узнаешь, ты столько почерпнешь, ты так насытишься этим теленком, как нигде не насытишься, как нигде не получишь именно там, поэтому мы делаем такие конференции и посмотрите, мы плавненько начинаем интересоваться папиным банкетом, еще не полностью, мы плавненько робко начинаем пробовать что-то такое делать в наших церквях, вот такая конференция, мы медленно, медленно, но идем к этому, и это позитивная тенденция, я вам скажу одну вещь, может вы не знали, я вот дочитался до такого слова, что все, что создано в этом мире, создано не для нас, вы это знали? традиционно проповедники говорят, Бог создал мир для Адама и сказал, на, Адам, тебе землю, давайте прочитаем Колоссянам первая глава 15-17 стих, там написано, что им создано все, что на небе и на земле, все ним создано для кого? для него, а не для меня, для него, а не для меня, а все христиане думают, что Бог послал своего сына для меня, Бог все сделал для меня, и все, что есть в этом мире, это для меня, дружи, все, вот это вот микрофон, очки, стулья, деревья, все это для Иисуса, а не для тебя, для Иисуса, а не для тебя, для Бога, все, то, что было, есть и будет, для Бога, и Адама он создал для себя, и тебя он создал для себя, понятно? А если так, то стань на свое место, и перестань все концентрировать на себе, ты не главный, ты гость по милости, на этом банкете, ты любимый гость, ты желанный гость, ты прощенный гость, тебе все лучшее, лучшие одежды, лучший перстень, все регалии, тебе все есть, потому что ты утешение Божье, ты радость Божья, но не ты главный, не он для тебя, халилюя, а ты для него, дайте Богу хвалу. Римлянам 11.36 написано все из него им и к нему, из него им и к нему, а в притче 16.4 вообще написано, что все сделал Господь ради себя, ради себя, халилюя, и когда мы попадаем за стол к Папе начинаем видеть что-то то, чего нельзя было понять здесь, в этом мире. Первое, если успеем сегодня, скажем больше, если нет, завтра продолжим. Не ответы приходят, а вопросы исчезают. много вопросов у нас, правда, невыясненных, они просто неактуальны там у Бога, они отпадают как ненужные, меньше становится вопросов, вы это заметили на этой конференции, то, чем мы жили, что только сверлило наши мозги и все наши дела, вот мы поклоняемся себе Богу и все, и эти вопросы уходят и забываются и никогда не вернутся. Дайте Богу хвалу и скажите аминь. Не надо нам мучать себя этими вопросами, они решены у Господа. Халилюя! Что мы можем говорить о банкетах? Давайте прочитаем два места. Матвея, Матвея 22 глава, один из банкетов, одиннадцатый стих. Халилюя! Что можно сказать? Во-первых, то, что посылает Бог уже своих гонцов с приглашением на этот банкет. И вас пригласили на эту конференцию, это не случайно. Вы приглашены на банкет к Богу нашему. И кто-то к вам пришел, и разные тут были реакции. Вы помните? Какие были реакции на приглашающих? 22 глава, давайте прочитаем одиннадцатый стих. да, может, раньше начнем. Царство небесное, второй стих, подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих позвать званых на брачный пир, и не хотели прийти. послал других рабов и сказал, скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и то я написал в фейсбуке за день до конференции, тельцы заколоты в Луцке, все приготовлено, все готово, приходите на брачный пир, дайте аплодисменты Богу. Но они, но они пренебрегли этим и ушли. Кто на поле свое, кто на торговлю свою. Чем заняты сегодня люди? Решением своих вопросов. Чем занята сегодня церковь? Это не очень популярно, и не все одобряют такие служения, и лайки ставят, и кто-то там и критикует. Я смотрел всякие там реакции, просмотров много у нас, слава Богу, но не все понимают. Кто-то думает, не, у меня есть дела поважнее, чем вот тут пять себе сидеть, и что это за занятие такое непрактичное. Так ответили и этим людям. У нас тут дела поважнее есть. И сегодня, к сожалению, у людей, люди не понимают, что это самая высшая категория, попасть туда за этот стол, быть в близости с Папой, который пол царства прощает, любое прощает, любые грехи, который зовет, и он рад, и он делится, и он искренне, он классный такой. Это самая главная ценность для него. Он даже унизился, пошел, тому на шею упал, того приглашает, сынок, ну не обижайся, заходи, это классно, сюда приходи. А люди говорят, извини, я тут валы купил, тут жениться, тут задумался, что там еще. Были другие. Вы знаете, уже Бог зовет, приходит это время для Евангелия Царства, которое именно и состоит в том, что мы будем искать Божьего лица, мы будем стремиться к банкету почаще, мы будем стараться побольше заходить в его присутствие, почаще бывать на таких служениях поклонения, где мало людей, а много Бога. Много Бога. Так нас сейчас тут, никто тут особенно не в этом словословиях своих, или как, в риторике, в своих талантах говорения не управляются особенно. Мы поклоняемся Богу. И так классно, такие у нас таланты, такие у нас помазанные прославители, братья, Ковель, Олевск, Кивер, Целуск. Вау! Так здорово! Это банкет Папы. Прочие, схватив рабов его, оскорбили и убили их. если вы станете сейчас в этом ведении откинуть этой Евангелии выгоды и перейти к Евангелию банкета Божьего, вас не поймут. Вас будут оскорблять, вас будут убивать. Ну, правда, тут утешает, что услышал об этом царь, разгневался, послал войска свои и истребил убийц этих. Ух, как их жалко. И сжег их город. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, званные не были достойны. Итак, идите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Братья и сестры, это указание, это приказ, это приказ, я вас не уговариваю и не упрашиваю, и вам какие-то бублики, не заманиваю вас, а этот стол. Это приказ Божий. Идите за стол к царю, дайте Богу славу. Пожалуйста, услышьте, услышьте, услышьте это послание во имя Иисуса. И рабы, выйдя на дорогу, собрали всех, кого только нашли, злых и добрых, и в брачный пил наполнился возлежащими. Вы знаете, даже есть другое место в Луки, по-моему, да, в 14 главе, там он даже говорит, силой приведите сюда. Силой приведите сюда на этот стол. Друзья, мы должны дерзновенно проповедовать это новое послание, которое есть именно в провозглашении близости с Богом, близости с Отцом. Это главная ценность, это важнее моих частностей, потому что мои частности временные, мое здоровье, моя жизнь временная по сравнению с вечностью это ничто. Вечность это всегда с Богом, поэтому надо уже, поскольку приходит время идти в Перу, приходит время брака агнца, уже мы на пути, уже есть сигналы, уже звучат трубы, завтра я буду играть на трубе, каждому уху могу подойти затрубить, чтобы подошло время, друг мой, брака агнца, халилюя, надо услышать этот трубный зов, брак агнца скоро, что это говорит, о чем это говорит, это говорит о том, что надо думать, что скоро будет свадьба, надо готовиться к свадьбе, мы готовимся к свадьбе, завтра поговорим о свадьбе, халилюя, а тут раптом вот смотрите, что увидел там человека одетого не в брачную одежду, это тоже очень актуально, и он говорит, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде, он же молчал, тогда сказал царь слугам, свяжите ему руки, ноги, возьмите его, бросьте в тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов, много званых, мало избранных, и это не что иное, как актуальные слово о благодати, которое мы сегодня слышим, я хочу задать вам вопрос, что это за люди в грязных одеждах, или в небрачных одеждах, как они туда попали, если есть гиперблагодати, которую мы часто слышим, и все по благодати, все проходит на этот пир, то что это за люди, которые туда попали, и им не простили, им не простили небрачную одежду, одежда это праведность наша, вы знаете, да, и вы знаете, что мне Бог открыл, это очень, очень, тут точно сказано, даже последствия очень ужасные для этих людей, оказывается, Бог дал нам все моющие средства, порошок стиральный, у нас все есть, чтобы постираться, но постирать это наша ответственность, свои одежды, все по благодати, их впустили, но они должны тоже были сделать свою часть этого дела, как постираться, как очиститься, как оправдаться, Бог дал нам кровь Иисуса, Бог дал нам прощение, но мы должны взять и сделать ключевое слово это, мы должны подготавливать себя, мы должны смотреть за собой, мы должны готовить к себя, мы должны очищать себя к этому празднику, к этой конференции, свое сердце, свою душу, ничто там не должно ни лукавое, ни какое-то там что-то там знаете так себе, ну как-нибудь пролезет туда, нельзя, это серьезно, друзья мои, это серьезно, когда мы приступаем к Божьему трону, выше места нет во Вселенной, и мы туда заходим, вот дерзновение какое, итак, кто-то извинялся в суетности, кого-то силой буду загонять, кого-то побьют, а кто-то пришел в небрачной одежде, скажите пожалуйста, насколько мы думали об этом до этой проповеди, может мы тоже вот так повелись как все, мы искали Бога, потому что мне нужно, мы просили у Бога, потому что мне нужно, и милость Его не остановилась, то, что я вам сказал, что это неправильно, это не значит, что Бог перестал спасать грешников, Он продолжает спасать грешников, Он продолжает призывать нас идти и благовествовать, Он продолжает действовать, но ценности, расклад ценностей в этом смещен, к сожалению, все это будет дальше двигаться, будут люди спасаться, Бог будет исцелять, Бог будет воскрешать мертвых, Бог будет спасать целые народы, так придет, как следствие близости к ним, а не как цель, как следствие, а не как цель, сегодня это поставлено целью, люди постятся, молятся, двигают, тратят деньги, что-то планируют, ставят цели для спасения народов, а Бог кто? А Бог исполнитель их целей, а нужно искать Бога, нужно первая группа крови, нужно искать близости с ним, это главное, центральное, козырное самое место, выше нет, лучше нет, а там как следствие будут через тебя течь потоки живой воды, повозания силы славы Божьей, и все будет работать, но все будет на своем месте, в своем должном порядке, какое нравится Богу, то, что по сердцу Богу, а не то, как мы тут надумали себе, и очень тешит то, что молодые люди, они сегодня вот такие, знаете, мы должны пойти к ним, наша надежда, что мы пойдем к молодым людям, и мы на их искании новых ощущений, принесем им возможность, дадим им попасть в присутствие Божье, и они увидят, как там сладко, они увидят, что там такая палитра, такой спектр ощущений, что не равня, но ничего в этом мире близко не лежало к тому, что мы переживаем нашего Господа, это наше послание должно новое быть, мы должны проповедовать не то, что приди к Богу, получишь то, не придешь, не получишь то, давай приходи еще туда, мы там тебе еще вот это дадим, есть это дадим, еще там, еще дадим что-то, давай еще там приходи, топай, все выгодно и выгодно, Бог выгодный, ты проходи просто к Богу, потому что Он Бог, и ты увидишь, как это классно иметь знакомство, связи с таким вот таким уровнем, тогда он становится на свое место, мотивация становится в правильных раскладах, ты приходишь к Богу, потому что Он Бог, ты наслаждаешься им, никаких вопросов, никаких проблем, никаких трудностей, ты восторгаешься им, он классный, ты видишь, как хорошо с ним, ты видишь перспективу, смотрите, очень много сегодня говорят о двух вещах, имей мечту, вы слышали? поверь мечту, слышали? давайте поговорим об этом, скажите, пожалуйста, как рождаются ваши мечты, можете подумать, то, что их нужно иметь, все знают, поскольку у нас очень много мотиваторов разных и сейчас коучей, и мы начинаем думать, а какая же у меня мечта? и послушайте, что я хочу вам сказать, очень важно, проверь источник твоей мечты, источник, как правило, это по-русски будет обезьянничание, мопувание, нет? кто-то, я кого-то увидел, он такой зажженный, он так, у него глаза горят, он решил, что он будет, станет вот таким-то уровнем, он станет вот таким-то, он станет вот таким, ух, как классно, значит, и я стану, давай и я себе возьму эту мечту, его мечту, ключевое слово, не твою, а его мечту, и начну мечтать, и у нас, у меня есть мечта, я верю, и начинается тогда уже, ну, цепочка пошла, включается вера, да, и у нас целые конференции веры, как верить, чтобы достичь, мы начинаем верить, чтобы достичь до его мечты, а не моей мечты, ага, а потом тебе говорят, ты провозглашай, ты исповедуй, ты исповедуй, и тогда у тебя получится, нужно говорить, и тогда это придет, я тоже так делаю, ну, и ты исповедуешь, и ты все рычаги включаешь, веры, и христианство, и самые передовые методы, харизматические всякие, чтобы достигать мечты, а цель была поставила неправильно, и ты идешь не туда, и столько напрягаешься, столько делаешь движений, вы знаете, немножко, и когда ты не ждешь того, что твое, это все лишнее, колотить воздух, знаю, как это по-русски, ну, сбивать воздух, лишние движения, лишние движения, и это печаль какая, это такая скорбь на сердце, когда не получается, когда ничего не, ну, не идет так, как думалось, и гадалось, и мечталось, а знаете, все потому, потому что мечта взята, не из тех источников, не оттуда, и, знаете, провозглашать надо, но надо провозглашать правильные вещи, которые действительно, сто процентов, а в твои, Иисус, слушай твои провозглашения, и ты веришь не в Иисуса, а в твои провозглашения, я сказал, так должно состояться, оно не должно так состояться, никогда не думалось так состояться, но это сказал, и это основание, а с какой-то радостью оно должно состояться, когда они тонули в речке, помните, что они кричали, Иисус, мы тонем, и Он им сказал, что провозглашайте, ну, то счастье в пути, на дно, Ну, раз провозглашаете, что вы тонете, ну, то до свидания, тонете, что варите, то и получаете. Но он почему-то взял и поспасал, и хоть они исповедовали обратное. Правда? Потому что они видели это вот так, а у Бога оно не так. К чему я это веду? Одна из ценностей, одна из хороших блюд за столом у Папы, это то, что мы видим четко всю герминевтику его понятий. Мы четко видим, что к чему. Мы четко видим, что у него на сердце, его желания, его мечты, его видения. Мы четко начинаем понимать, зачем эти вещи, зачем это, зачем это было, зачем то. Вы знаете, много можно говорить о ком-то, пока ты видишь его издалека. Слышал о нем, читал о нем. А когда сядешь с этим человеком, или попадешь в какое-то общество, в котором ты слышал, и либо его обожествлял, либо наоборот осуждал этих людей, или этого человека, или эту компанию. И когда ты попадаешь в это общество, и ты один из них, и ты видишь их, ты слышишь, ты слушаешь, о чем они говорят, ты понимаешь многие вещи, потому что оказывается, вон оно что, оказывается, какая она классная эта женщина, какой он классный этот человек, оказывается, вон он чем живет, а его уже там опустили по всем сайтам, и по всему, и наоборот подняли. А ты не знаешь его сердце, какой он, ты знаешь только мнение о нем людей. А его самого не знаешь. И когда ты попадаешь к Отцу, только там ты начинаешь видеть все расклады Царства Божьего. То, что Аманда сегодня говорила. Там ты начинаешь узнавать, почему Бог хотел так, а не так. То, что, почему Бог сделал так, а не так. Почему Он хотел так. Какие резоны. Почему это все. Ты начинаешь понимать логику многих вещей и событий. Поэтому много вопросов отпадают. Поэтому. И там ты видишь, куда клеится твоя мечта, которую ты сам себе придумал. Когда ты попадаешь к Богу, ты берешь свои цели в жизни, берешь свою жизнь, берешь свой формат занятости, чем ты занят, свои ценности, чем ты, что для тебя было важным, куда был твой фокус, чем ты занимался, строил что-то, развивался. Когда ты уже берешь в контексте застолья Папы, его присутствие, заходишь туда и видишь, это все пустота какая-то. Это все, ну, скажем мягко, не так важно, как я думал. Оказывается. А у меня уже такая была, вау. Оказывается, оно не так важно. Оказывается, все значительно не так. И не стоит этого делать. Вы представляете, какая глыба ценностей. Как классно ходить туда, за этот стол. Сколько дает это, это упорядочивает наши вещи в жизни. Каждый день, наш быт, наши движения, наши напряжения какие-то, наши труды, все, что мы делаем, все, что мы ищем, куда мы ходим, чему мы даем больше времени и еще чего-то. Мы видим в контексте Божьей мудрости, Божьей герминевтики, Божьих планов. И тогда все встает, этот пазл, на свое место в Царстве Божьем. Я и все мои движения, мое служение, мои отношения, моя занятость, приоритетность, чему больше я даю времени, молитве, слову. И слово. Слово Божье начинаешь понимать по-другому. Как это важно. Сегодня мечи скрестились, вокруг Библии, и все на своем. И все на своем. И каждый считает, что только он самый умный. И его откровение самое правильное, и его вероисповедание самое истинное. Мы сегодня говорили с братьями-пасторами о том, что каждый, кто называет свою конфессию, он хочет показать, что я лучше, чем все они остальные. Я самый православный, а все левославные какие-то. И так далее. Мы сами, что они есть. А братья говорят, что ж ты назвал царство Божье? Остальные, что не царство, что ли? Тоже, ну вот так вот мы люди, знаете. А когда ты попадаешь к Богу, всякие разные, шовинизм, национализм, и прочее, прочее, какие-то исключительность твоя, и твои там закидоны всякие, залеты какие-то у тебя куда заносит, оно становится на свое место. И ты видишь его, кто и все, и все вот эти вот складочки этого пазла, они становятся на свое место. Обрезают лишнее, обрезают ненужное. То, что было у тебя. Божья коррекция происходит за столом у Папы. Дайте Богу хвалу. Это классно. И там еще столько, друзья мои, мы уже сегодня, день заканчивается, еще говорить и говорить об этом. За столом мудреешь. Мудреешь там. Если попадаешь в общество умных людей, то и сам как-то уже, ну, не такой простак становишься, чуть-чуть, что-то как бы, как говорят, как бы, как бы, сегодня модный такой бурьян есть. Ну, как бы уже становишься, лучше, как бы лучше становишься. Халилюя. За столом у Бога облагораживаешься. Когда мы приходим, знаете, в такое изысканное общество, и мы тоже хотим показать, я тоже не лы камшет, я тоже, ну, не такой уже там простак, я тоже чего-то стою. А вот, представьте себе, уровень Божий. Это никакие рестораны, никакие там самые, что не есть, дворянские общества и культурные самые, что не есть, не равняются к Божьему столу. И ты туда приходишь, у тебя есть перспектива, к чему тянуться. Есть перспектива для твоего облагораживания, для твоей чистоты, для твоего роста, для твоей культуры, для твоего позитива. Дайте Богу хвалу. Вау, сколько прорвало мой русский, слава Господу. Аллилуйя. О, пошло, пошло, Дух Святой. Это Дух Святой. Молились братья за меня сегодня, чтобы меня не клинило. Все интересно, у нас на конференции белорусы, украинцы, американцы, но мы все на русском. Слава Господу, слава Господу. Аллилуйя. За столом у Папы ты получаешь силу, ты получаешь силу, ты получаешь полномочия. Тот, кому ты пришел, наделен авторитетом и полномочиями, посылать тебя куда-то, давать тебе лицензию, давать тебе власть, давать тебе силу. И, знаете, как говорили там раньше, ты того знаешь? Ты кто такой? А ты того знаешь? Ну, вот так вот я, вот его визитка. Друзья мои, после, после презентации Божьего стола от тебя визитка самая крутая в мире. Дайте Богу хвалу. Аллилуйя. Самая крутая. Ну, бездонный стол. Время уходит, Бездонный стол. Слава Богу. Слава Богу. И мы завтра продолжим. Завтра обязательно отложите все и смотрите наши передачи, смотрите наши трансляции, стримы. Это здорово. У нас практика и у нас теория и практика все живое. Все живое. Это классно на этой конференции. Ты видишь многие идеи, которые в мире очень часто ложные и фиктивные. Фиктивные идеи мира. А ты ведешься и страдаешь. У Бога ты видишь правильные идеи. Приходят правильные идеи. А приходят правильные идеи, тогда рождаются правильные мечты. И тогда рождается правильный путь для реализации правильных идей. И тогда приносится плод. Вот что такое стол нашего Папы. Божий банкет. Божий банкет это здорово. За Божьим столовым ты видишь будущее. Ты видишь будущее здесь на земле. И ты видишь всю перспективу будущего. Небо, вечность. Как это важно знать перспективу в любом деле. Знаете, есть такие вещи, думаю, ну сделаю на всякий случай. Но надежды никакой. И так думаю, ну попробую. Боже, авось. И так с авось из этих жизней соткана. И вот так мы как-то прозябаем. И никакого результата. Когда ты четко знаешь, что будет результат, надо просто понатужиться, надо просто пройти этот путь. И результат будет, и ты идешь к цели. И результат приходит, это приходит что-то важное в жизни. И когда ты видишь у Бога перспективу всего, что ты делаешь, ты знаешь воздаяние. О героях Библии написано, он видел воздаяние. Он видел воздаяние, зачем он шел на страдание, терпел. Он видел воздаяние. За столом у Папы ты видишь воздаяние. Ты видишь, какие награды. Ты видишь, кем ты есть уже, кем ты станешь. Мы царственное священство, мы люди взятые в удел. Мы туда приходим и утверждаемся в этом. И мы, кто-то только узнал, кто-то утвердился еще раз, а кто-то уже больше взял на себя и пошел как царственное священство. И он видит воздаяние, он видит финал, он видит финиш. И он идет к нему смело, ревностно, помазанно и благословенно.